Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Дюфрейн И я рассказываю истории из жизни Кеннета Хэггена, потому что он наш духовный отец, и его свидетельства содержат ответы, которые я хочу принести в вашу жизнь. Много лет назад, когда им обоим было немногим за 30, его жене поставили диагноз Зоба, и она нуждалась в операции. Но папа Хэгген ощущал в духе, что если она пойдет на операцию, она умрет. Она ощущала то же самое. И он молился за жену, применяя свою веру к этой ситуации, чтобы она изменилась. И Иисус явился папе Хэггену. После того, как он молился за эту ситуацию, Иисус явился папе Хэггену. И я хочу еще раз прочитать вам небольшой отрывок, а потом мы будем дальше разбирать, что Иисус сказал ему в этом видении. Мы читаем книгу папы Хэггена «Я верю в видение», пятую главу. Иисус сказал папе Хэггену, «Я пришел, чтобы ответить на твою молитву», то есть спасти его жену от преждевременной смерти. И дальше Иисус сказал, «Я сделал это, сын, просто потому что ты просил меня об этом. Ты не представляешь, как сильно я жажду сделать что-нибудь для моих детей, если бы только они просили меня и верили. Очень часто они умоляют, плачут и молятся, но они не верят. А я не могу ответить на их молитвы, если у них нет веры, потому что я не могу нарушить свое слово. Но как часто я жажду им помочь, если бы только они позволили мне, поверив мне на слово, принеся ко мне свои проблемы и доверяя мне в том, что я их разрешу. Мы видим, что Иисус жаждет нам помочь, но пока мы не высвободим свою веру, Он не может нам помочь. Наша вера дает Ему разрешение. Итак, Он сказал, «Если бы только они позволили Мне помочь им». Позволить Ему помочь нам, значит, во-первых, поверить Ему на слово. И также Он сказал принести Ему свои проблемы. Не приносите свои проблемы супругу и не сваливайте их на него. Не приносите свои финансовые проблемы своему начальнику и не сваливайте их на него. Так часто, столкнувшись с финансовыми проблемами, люди пытаются пойти к начальнику и надавить на него, чтобы получить повышение. Христианам нужно давить на слово, а не на людей. Давите на слово. Высвободите свою веру в слово. И я вам скажу, слово вас не подведет. Так часто люди не приносят свои проблемы Богу. Они приносят свои проблемы супругу, супруге. Они приносят свои проблемы начальнику, родственникам и ожидают помощи от них. А потом говорят, «Бог мне не помогает», потому что они не принесли свои проблемы, как должны были Ему. Мы так привыкли обсуждать проблемы, разговаривать о них, рассказывать о них снова и снова. Я так скажу. Опасно быть тем, кто постоянно выпускает пар. То есть, рассказывать проблему снова и снова. Вы уже рассказали, но рассказываете второй раз и третий раз. Выпускание пара – это не вера. Выпускание пара – значит, вы еще не принесли это Богу. Когда вы приносите проблемы Богу, вы их там оставляете, говоря, «Он работает над этим, Он работает над этим». А беспокойство – это когда вы забираете их от Него обратно в свои руки. Поэтому Иисус сказал, «Я жажду сделать что-нибудь для моих детей, но не могу, потому что они мне не позволяют». Люди не отдают проблемы Ему и не уходят, оставив их Ему. Когда вы отдали свою нужду Ему, возложили ее на Него и сказали, «Я возлагаю эту заботу над Тебя, я приношу эту нужду Тебе и ожидаю, что Ты ее восполнишь». Уходите и больше никогда не волнуйтесь об этой нужде. Но с этого момента вам все равно нужно иметь веру. Вам все равно нужно ожидать. И говорите так, «Отец, я благодарю Тебя, что Ты работаешь над этим». Ответ уже мой. «Я благодарю Тебя, что Твоя сила действует для меня». То есть, хотя мы сбрасываем и оставляем свою нужду у Него, из наших уст постоянно звучит хвала. Это очень важно. Вы не можете просто бездумно уйти, забыть и больше никогда с Ним об этом не говорить. Вам нужно продолжать приносить это Ему в хвале. Не в просьбе, а в хвале. Итак, Иисус сказал, «Я жажду им помочь, если бы только они позволили Мне». А далее Он объяснил нам, как позволить, поверив Ему на слово, веря, что то, что Он говорит, истинно. Во-вторых, принеся свои проблемы к Нему. В-третьих, доверяя Ему в том, что Он их разрешит. Итак, мы можем ложиться спать, говоря, «Пока я сплю, Он действует». «Пока я сплю, Он работает над этой сделкой в моем бизнесе. Пока я сплю, Он работает над той частью моего тела, которая неправильно функционирует. Пока я сплю, Он работает над моими сбившимися с пути детьми». Вот что значит верить, что Он разрешает наши проблемы. Иисус нам объяснил, почему многие не получают то, что должны были бы получить. Беспокойство – это признак того, что вы не позволяете Ему вам помочь. Он хочет вам помочь. Он жаждет. Много лет назад мы с мужем были в России, в Санкт-Петербурге. Мы там проповедовали в драгоценной церкви. И несколько служителей, наверное, около 15, поехали туда с нами. И в один из вечеров я проповедовала о грехе беспокойства. Многие люди не осознают, что беспокойство – это грех. Они думают, что это нормально, но это грех. Почему? Потому что Иисус сказал, не заботьтесь для души вашей. Это беспокойство. Он говорит, не беспокойтесь о вашей жизни. Не беспокойтесь о том, что вам есть, что вам пить, во что одеться. Он говорит об этом в 6 главе Матфея. Итак, я учила об этом в тот вечер, о грехе беспокойства, окончив проповедь, я вернулась и села на свое место, и святой трепет опустился на собрание. В тот вечер на служении было около 900 человек, и весь зал погрузился в полную тишину. Мой муж всегда учил меня, что обычно, когда сходит такой святой трепет на служение, это значит, что Иисус пришел на служение. То есть он лично вошел в зал. Когда служение завершилось, это благоговение все еще оставалось. Мы вышли из зала, спустились вниз в гостевую комнату, но пока мы спускались по ступенькам, один из служителей, приехавших с нами, начал сильно плакать. Итак, мы зашли в гостевую комнату, расселись, и этот служитель подошел ко мне и сказал, «Пастор Нэнси, когда мы шли по ступенькам, там стоял Иисус. Слезы катились по его лицу, и он сказал, «Как я жажду помочь моим людям, но они не позволяют мне, потому что они беспокоятся». И он сказал, «Беспокойство – основная причина, по которой люди не принимают мои благословения». То, что Иисус плакал, показывает, насколько горячо он этого жаждет. Вы знаете, как больно родительскому сердцу видеть, как ребенок идет в неправильном направлении, бьется и страдает, и родитель подходит и говорит, «Я знаю, как прекратить эту проблему, я могу дать тебе решение». А ребенок думает, «Нет, я сам все знаю», и не слушает. Родитель уходит с разбитым сердцем, иногда плача, зная, что ребенку придется учиться на горьком опыте, потому что он не слушает. Если вы не слушаете, вы не получите помощь. Слушайте его слово, позвольте ему действовать для вас. Родители расстраиваются, когда дети не позволяют им помочь. Так чувствует себя Иисус. Он жаждет помочь. Слезы катились по его лицу, потому что он жаждет помочь. Но пока мы беспокоимся, мы, по сути, говорим, «Я над этим работаю, не ты. Я пытаюсь это исправить. Я не верю, что ты сможешь это сделать». Вот о чем Иисус сказал папе Хегену. «Я так жажду им помочь, если бы только они позволили мне». Знаете, каждый раз, когда вы беспокоитесь, вы больше не позволяете ему помочь вам. Итак, беспокойство – это грех, и мы говорим, «С ним покончено». Как понять, что вы беспокоитесь? Вы думаете об этом? Очень важно иметь дисциплинированную умственную жизнь, потому что недисциплинированная умственная жизнь может помешать ему помочь вам. Если вы беспокоитесь, он не может вам помочь. Итак, он сказал позволить ему разрешить проблемы. Прочитаем 1 Петра 5-7. Сбросив все свои заботы, все свои тревоги, все свои беспокойства, все свои опасения раз и навсегда на него. Потому что он печется о вас с любовью и внимательно заботится о вас. Что значит «раз и навсегда»? Это значит, если у вас есть финансовая нужда, скажем, вам нужно 5 тысяч долларов, притом немедленно, вместо того, чтобы беспокоиться об этом, заламывать пальцы, говорить об этом снова и снова за ужином, вы приносите это ему. И здесь сказано «сбросить это на него раз и навсегда». Что это значит? Как только вы отдали что-то ему, не возвращаетесь и не забирайте это назад. Принесите свою проблему ему и оставьте ее там раз и навсегда. Не забирайте ее назад и не беритесь за нее снова. Потому что каждый раз, когда вы снова забираете ее через беспокойство, через разговоры о ней за ужином, вы не позволяете ему помочь вам. Его жажда остается неудовлетворенной, а ваша нужда невосполненной. Итак, нам так важно сбросить свои заботы на него. Потому что если они в его руках, он может над ними работать. Если они в наших руках, он не может над ними работать. Как можно помочь кому-то починить то, что он не выпускает из своих рук? Если человек нуждается в вашей помощи, ему нужно отдать это в ваши руки. Скажем, кто-то сломал какой-то предмет, и вы можете его починить. Например, склеить или как-то по-другому исправить. Но если человек не отпускает его из своих рук и не отдает вам, вы не можете ему помочь. Об этом и говорит Иисус. Люди не позволяют мне, потому что не выпускают заботы из своих рук. И я скажу вам, если вы возложите заботу на Господа, дьявол будет при помощи беспокойства искушать вас забрать ее назад. Что же делать? Вам нужно ответить ему. Нет, я отдал это в руки Божьи, и он над этим работает. И я позволю ему над этим работать. Я не буду забирать заботу назад, мешая ему над этим работать своим беспокойством. Это основной урок, который я хотела, чтобы вы извлекли из прочитанного отрывка и свидетельства Папы Хегена. Иисус жаждет помочь. И если мы не верим, мы мешаем Ему помочь нам. Пойдем дальше. Когда Иисус явился Папе Хегену в связи с болезнью Его жены, первое, что Он сказал Ему, это «Я пришел, чтобы ответить на твою молитву». Обратите внимание, Иисус явился и действовал в ответ на молитву Папы Хегена. Что, если бы Он не помолился? Что, если бы они просто пошли к врачу? Что, если бы они просто обратились к родственникам и другим людям за советом? Что, если бы Он не поговорил об этом с Богом? Обратите внимание, Иисус явился не потому, что у Него была нужда. Иисус явился, потому что Папа Хеген говорил с Ним. Многие настолько привыкли говорить с другими людьми о проблемах и не говорить с Богом об этом. Итак, Иисус сказал, «Я пришел, чтобы ответить на твою молитву». Обратите внимание, не Иисус инициировал спасение жизни жены Папы Хегена. Папа Хеген был инициатором. Иисус мог ничего ему об этом не сказать. Так часто люди думают, «Ну, Бог же знает, что у меня есть нужда». Конечно, Он знает, что у вас есть нужда. Но то, что Он знает, что у вас есть нужда, еще не значит, что Он сделает шаг к вашему ответу. Вам нужно поговорить с Ним и высвободить свою веру. Он сказал, «Я пришел, чтобы ответить на твою молитву». Он не сказал, «Я пришел, чтобы ответить на твою нужду». Он сказал, «Я пришел, чтобы ответить на твою молитву». Очень легко так много думать о своей нужде, что вы только потом осознаете, «Я же даже не помолился об этом. Я только думал об этом, и я говорил об этом, и я рассказал всем знакомым об этом. Но главное не забыть поговорить с ним об этом. Поскольку папа Хеггин молился по поводу болезни своей жены, Иисус смог вмешаться. Иисус хочет вмешаться. Когда люди молятся, многое может измениться. Иисус дал нам понять через опыт папы Хеггина. Когда вы молитесь, тогда что-то может измениться. Не принимайте все как данность. Иногда можно все изменить, если поговорить с Богом об этом. То, о чем вы молитесь, может измениться. Аминь. Я скажу так. Нам и не снилось, на что способна наша вера. Она может достичь гораздо большего, чем мы осознаем. И папа Хеггин не просто помолился об этом однажды, а потом ушел и забыл об этом. Папа Хеггин продолжал приносить это Богу не в беспокойстве, но в вере, ожидая Божьего вмешательства, ожидая, что Иисус что-то сделает. Конечно, этот опыт уникален тем, что Иисус явился папе Хеггину. С большинством из нас этого не произойдет. Но если мы будем внимательны к тому, что Иисус сказал, когда Он явился папе Хеггину, мы будем знать, как Иисус отреагирует на нас. Если мы сделаем то, что Он сказал в Своем Слове, в Марка 11, 24. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, верьте. Именно так поступил папа Хеггин. Он постоянно приносил это к Богу в вере, говорил с Богом об этой ситуации, что Он знал в Своем Духе, что Его жена умрет преждевременно, если ей прооперируют зоб. Он старался это изменить. Он постоянно говорил с Богом об этом. Прекратите мириться с тем, что можно изменить. Если что-то можно изменить, измените. Не ждите, пока Бог это изменит. Бог позволяет вам инициировать перемены. Он, по сути, призвал папу Хеггина инициировать эти перемены, просто сказав, что исцеление нам принадлежит. Папа Хеггин не получил особого слова от Бога. «Если ты поговоришь со мной об этом, я сохраню твою жену». Бог даже не говорил ему ничего о жене. Он первым поднял этот вопрос перед Богом. Так часто люди сидят и ждут, чтобы Бог поднял какой-то вопрос, а Он ждет, чтобы это сделали вы. Если для вас это важно, заведите об этом разговор. Итак, Иисус сказал, «Я пришел, чтобы ответить на твою молитву». Позвольте вам сказать, часто люди слишком быстро сдаются. Они сдаются слишком быстро. Если что-то не меняется, они просто сдаются или принимают это. Папа Хеггин с этим не согласился. Он годами ощущал, что его жена умрет преждевременно. Но он не принял это. Нет, не Бог собирался позволить ей умереть. Папа Хеггин просто знал, что есть умысел дьявола против ее жизни. И он знал, что, чтобы получить любую помощь от Бога, необходимо высвободить веру. Чего дожидалась эта ситуация? Чтобы проявилась чья-то вера, чтобы это изменить. И Папа Хеггин высвободил веру. Когда нужно что-то изменить, не сдавайтесь, не отступайте слишком быстро. Перейдем к следующему пункту свидетельства Папы Хеггина. Когда Иисус явился и сказал, «Я пришел, чтобы ответить на твою молитву», Папа Хеггин далее рассказывает о своей молитве. Он молился так, «Отец, я повиновался тебе. Я разъезжаю, я проповедую, я оставил свою семью, чтобы ездить и выполнять твою волю. Моя жена платила цену, оставаясь дома и воспитывая детей». По сути, он говорит, «Я повиновался тебе и исполнял твою волю». Обратите внимание, если вы непослушны, будет довольно сложно представить свое дело Богу, когда возникнет нужда. Если вам не очень-то важна воля Божья для вашей жизни, и вдруг появляется нужда, и вы хотите, чтобы она была восполнена, но все равно не хотите исполнять его волю, у вас будут проблемы с верой. Вера действует, когда вы в послушании, а не когда вы непослушны. Итак, Папа Хеггин представил свое дело на суд Богу. В книге Исаии 43, 26 сказано, «Припомни мне, станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться». Заметьте, Папа Хеггин рассказывает, что в молитве он отстаивал свое дело перед Богом. Он сказал, «Бог, я чувствую, что моя жена умрет преждевременно, но я повиновался тебе, я исполнял твою волю». Что он хочет сказать? Когда вы живете согласно Слову Божьему, у вас есть право на то, чтобы это Слово действовало в вашей жизни. И я скажу так, если возникнет нужда, вам понадобится работающая вера, чтобы восполнить эту нужду. И в первую очередь, прежде чем начать молиться, перепроверьте себя, повинуюсь ли я воле Божьей для моей жизни, потому что вера не будет работать при непослушании. Нам нужно быть послушными воле Божьей. Помню, Папа Хеггин рассказывал историю о том, как однажды он проснулся посреди ночи, а его сын тогда был в армии, и Папа Хеггин проснулся посреди ночи и почувствовал, что Бог разбудил его, потому что жизнь его сына была в опасности, и он начал молиться. И его сын позже рассказал, как его жизнь была сверхъестественно, божественно спасена из-за того, что Папа Хеггин молился. После того, как он помолился, и жизнь его сына была спасена, сохранена, Бог проговорил ему, если бы ты не повиновался моей воле для твоей жизни, я не мог бы вмешаться и спасти твоего сына. Поймите, Бог хочет спасать людей, Он хочет помогать, но при непослушании вера не работает. А если вера не работает, у Бога нет доступа в эту ситуацию. Не то, что он говорит «Хорошо, ты мне повинуешься, поэтому я тебе помогу», «Ты мне не повинуешься, поэтому я тебе не помогу». Дело не в этом, а в том, что когда мы послушны, наша вера работает, и Он может помочь. Когда кто-то не послушен тому, что Бог сказал ему сделать, его вера не работает как надо. Он пытается получить помощь, он хочет помощи, но иногда нужно что-то исправить, чтобы помощь могла прийти. И я не говорю, что вы должны быть идеальны во всем. Я говорю, что ваше сердце должно быть обращено к Богу. В вашем сердце должно быть желание повиноваться Богу. Возможно, еще не все так, как надо в моей жизни, но мое сердце в правильном положении. В моем сердце желание правильно поступать перед Богом. В моем духе желание лучшего Божьего для моей жизни. У такого человека вера способна течь. Итак, если в вашей жизни есть нужда, просто перепроверьте и удостоверьтесь, что ваше сердце в согласии, ваш дух в согласии с его волей для вашей жизни. Папа Хэггин сказал, «Бог, я повиновался тебе», и потому он мог прийти смело и просить об исцелении жены. Понимаете? Очень трудно быть смелым перед престолом, когда вы знаете, что вы не повинуетесь Богу. Когда вы знаете, что вы не послушны тому, что он сказал вам сделать, «Как вы можете смело прийти и сказать, «Я верю тебе об исцелении моего тела» или «Я верю тебе о финансах». Как вы сможете это сделать, зная, что вы в непослушании? Ваша собственная совесть заставит вас сдать назад. И когда ваша совесть нечиста перед Богом, возможно, потому что вы были непослушны Богу, ваша вера будет скована. Совесть должна быть чиста, чтобы вера была смелой. У вас должна быть чистая совесть. Это значит, что вы должны внутри знать, «Я делаю все, что мне известно, чтобы повиноваться Богу». Нет, я не совершенен в этом. Нет, я не все делаю правильно, но мое сердце в совершенном положении. Я постоянно простираюсь, я постоянно занимаюсь собой, чтобы сотрудничать с Богом. Перейдем к следующему моменту, который я хочу, чтобы вы увидели в свидетельстве Папы Хегена из пятой главы книги «Я верю в видение». Когда Иисус явился Папе Хегену, Он сказал, «Она будет жить и не умрет». Он сказал, «Скажи ей, чтобы пошла на операцию, она будет жить и не умрет». Я хочу, чтобы вы увидели вот что. Иисус явился Папе Хегену, и по-человечески можно было подумать, «Ну почему бы тебе просто не исцелить ее? Почему ты говоришь ей пойти на операцию?» Видите ли, Папа Хеген молился, чтобы она не умерла преждевременно. Он не пишет о том, что он верил в ее исцеление. Он молился о сохранении ее жизни. И мы не знаем, может, мама Хеген верила насчет операции. Операция была победой их веры, потому что они ощущали в духе, что операция приведет к ее смерти. Поэтому потребовалась вера, чтобы пойти на операцию, так? Иисус сказал, «Скажи ей, чтобы пошла на операцию, она будет жить и не умрет». Заметьте, раз Он сказал, «Скажи ей, чтобы пошла на операцию, она будет жить и не умрет», они не могли решить, знаете что, мы просто будем верить, что нам не понадобится операция. Это не то, что сказал Иисус. Вам нужно делать именно то, что Иисус сказал вам. Так важно не решать, каким образом вы хотите, чтобы Он спас вас. Не поймите меня неправильно. Я не говорю, что всем нужно идти на операцию. Я говорю, как Бог вас ведет. Потому что Он поведет вас на основании того, за что способна схватиться ваша вера. Поэтому не пытайтесь изменить то, что у вас на сердце, что Он сказал вам сделать. Он сказал, скажи ей, чтобы пошла на операцию. Она будет жить и не умрет. Что если бы они решили, мы просто будем верить о Ее божественном исцелении, не будем делать операцию, она бы умерла. Потому что Иисус сказал, скажи ей, чтобы пошла на операцию, она будет жить и не умрет. И какое великое свидетельство из этого вышло. Какая помощь для нас. Аминь. Итак, Иисус дал им водительство, что делать с этой ситуацией. И мне так нравится, что когда она пошла на операцию, Папа Хэггин сказал, «Хотя врачей сильно тревожило состояние моей жены, мы с женой искренне радовались, потому что знали исход операции заранее. Спасибо Богу за знание исхода заранее». Вот что делает Дух Святой. Он возвещает нам будущее. Зачем? Чтобы мы знали. Вы знаете, что Слово показывает вам исход заранее. Когда Слово говорит, «Бог мой восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе», оно заранее показывает вам исход. Все, что Дух говорит конкретно вам, указывая вам, что делать, это Он заранее показывает вам исход. И вам нужно держаться за этот исход, чтобы не поколебаться из-за того, с чем вы столкнетесь. Хэггин столкнулись с прогнозами врачей, столкнулись с необходимостью операций, но они держались за то, что Иисус сказал, «Она будет жить и не умрет». Держитесь за то, что говорит вам Слово, за то, что показывает вам Дух Святой, и тогда вы будете способны встретить любое тревожное противостояние без тревоги. Аминь. Я хочу за вас помолиться, где бы вы ни были. У многих из вас есть нужды. Это служение транслируется по всему миру, и у людей так много нужд. Давайте сделаем то, что сделал Папа Хэггин. Давайте в вере принесем свои просьбы Богу. Отец, я приношу к тебе этих драгоценных людей. У них так много разных нужд. И, Отец, я присоединяюсь к ним своей верой. Прямо сейчас, там, где они находятся, они говорят о своей нужде тебе, и я высвобождаю свою веру вместе с ними. Отец, мы все приходим и высвобождаем свою веру. Не просто говорим о своей нужде. Да, мы озвучиваем свою нужду, но мы высвобождаем свою веру, и мы верим тебе о том, что на нужды в их жизни придет божественная помощь, божественные ответы. Мы благодарим тебя. Мы просим тебя и ожидаем, что ты покажешь им то, что им нужно знать, что они услышат то, что им нужно услышать, что они увидят то, что им нужно увидеть, что откровение и свет Слова, в котором они нуждаются, придет к ним. Я высвобождаю свою веру вместе с ними, и я говорю их телам, я говорю боли, уходи во имя Иисуса. От головы до пят, я говорю боли, оставить ваше тело во имя Иисуса. У кого-то исцеляется задняя часть шеи, просто покрутите шеи. Не робко, не осторожно, просто покрутите шеи. Сила действует. И у кого-то сейчас исцеляется колено, а у кого-то исцеляется локоть. Действуйте в этом помазании. Мы не проверяем, сработало ли. Мы действуем в помазании. Аллилуйя. Я говорю к тем, кто связан страхом, будьте свободны во имя Иисуса. Тем, кто мучается в своем разуме, я говорю, мир во имя Иисуса. Дьявол, убери свои руки от их ума во имя Иисуса. И там, где вы есть, если это относится к вам, скажите, «Отец, я принимаю это, я высвобождаю свою веру. Ты жаждешь помочь мне, и я позволяю тебе помочь мне». Позвольте ему помочь вам, веря, что он действует. Сила действует. Он работает сейчас над детьми кого-то из вас, взрослыми детьми, отступившими от Бога. Его сила окружает их. Он работает над ними. Примите это, верьте в это. Скажите, «Отец, я благодарю тебя». Вместо того, чтобы волноваться о них, скажите, «Я благодарю тебя, что ты работаешь. Твоя сила окружает моих детей». Во имя Иисуса мы верим в силу Божью. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейну.